В красивое, удобное, современное общественное пространство превращается старейшее и любимое жителями место отдыха – городской парк. 2020-й стал годом кардинальных перемен на этой территории. Благоустройство главного места отдыха ивантеевцев идёт стремительными темпами. Все работы проходят под личным контролем главы города. Он регулярно проводит проверки и совещания с подрядными организациями по устранению недочётов. На сегодняшний день работы по благоустройству выполнены на 70% и близятся к завершению. На площадке ежедневно трудится более 40 человек. Есть ещё определённые моменты, которые необходимо завершить. То есть в настоящий момент мы ждём хорошей погоды, чтобы закончить планировку территории и начать работы по укладке пешеходных дорожек к горячим асфальтам. Параллельно ведутся работы по подключению новых линий искусственного электроосвещения, установке элементов парковой мебели, скамеек, урн, дополнительных декоративных элементов, информационных щитов, маршрутных указателей. Все работы идут по графику. Отставаний нет. Погода немножко вносит свои коррективы, но пока это никак не сказывается на срок. Работа проводится под постоянным контролем главы города Максима Валерьевича Красноцветова. Он лично бывает на объекте, каждый день держит ситуацию под контролем. Оперативно все замечания стараемся устранять. Единственное, что некоторые моменты связаны с тем, что работы ещё не выполнены. И поэтому их завершение возможно только после окончания всех работ. То есть, соответственно, и подметём, и уберём, но только после того, как прекратится движение строительной техники, прекратится подвоз материалов и вывоз отходов производства. Некоторые жители обеспокоены, что в парке вырубают зелёные насаждения. Это связано с тем, что очень долгое время в парке не производилась санация и санитарная вырубка. То есть, деревья даже на вид, которые кажутся зелёными и цветущими, по факту являются больными. Это и есть дендрологическое заключение. И когда мы их спиливаем, мы это видим наглядно. То есть, внутри пустотелость, гниль и полное разрушение. Поэтому, чтобы в дальнейшем избежать проблем, чтобы они, не дай бог, не упали на новую инфраструктуру, не повредили дорожки, фонари, мы занимаемся этим сейчас. Уже завершены работы по монтажу набережной из деревянного настила, проведена укладка плитки на центральной площадке парка, на реке установлен плавающий фонтан. Скоро здесь проведут дорожно-тропиночные сети и сделают велосипедную дорожку. Всего планируют благоустроить территорию площадью чуть более 21 гектара. Кристина Лушникова, Владимир Безлепкин, Мария Бурсукова. Программа «День за днем». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова